МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Польша и Германия будут вместе командовать своими подводными лодками. Две европейские страны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий организацию единого оперативного командования подводными силами. Меморандум предполагает и другие меры с польской и германской сторон. Все они направлены на углубление сотрудничества двух стран в контексте наращивания России военной мощи. В сообщении немецкого флота подчеркивается, что к этому шагу Польшу и Германию подтолкнула беспрецедентная агрессивность российских подводных лодок на севере Европы. При этом Германия не потеряет контроль над своими подводными лодками, но ее действия будут тесно скоординированы со специальным оперативным командованием, которое создадут при штабе военно-морских сил ФРГ в Глюксбурге. Польско-германское соглашение должно стать важным шагом для эффективного сдерживания российской агрессии в Европе. Военные эксперты говорят, что Москва делает ставку именно на операции подводного флота из-за его незаметности. Немцы бьют рекорды бдительности. Жители ФРГ стали как никогда часто сообщать об угрозе терактов. В Федеральном ведомстве по охране Конституции Германии говорят, что им стало поступать беспрецедентно много сообщений о предполагаемой угрозе терроризма. Их отправляют обычные граждане. В прошлом году было получено 500 таких сообщений, а в нынешнем этот показатель окажется вдвое больше. По мнению сотрудников ведомства, число сообщений о возможных атаках постоянно растет в последние три года. Население стало более тревожным, особенно после терактов, совершенных в Париже 13 ноября 2015 года. Большинство сигналов о возможных атаках поступило от коренных немцев, но в последнее время в Федеральное ведомство по охране Конституции все чаще стали обращаться граждане с арабско-турецким миграционным фоном. Причины подобных заявлений самые разные, начиная с изменившегося поведения того или иного человека и заканчивая любыми действиями, которые кажутся гражданам подозрительными. Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Томас Демизьер призывал жителей ФРГ проявить бдительность и обращаться в полицию в случае любых подозрений о возможной подготовке теракта. Хочешь выпить? Покажи паспорт. В Литве будут проверять возраст всех покупающих алкоголь. С сентября этого года любой продавец сможет потребовать у покупателя документ, подтверждающий год рождения. Все крупные торговые предприятия подписали меморандум доброй воли и приглашают присоединиться к нему и предприятия общественного питания, бары, кафе, ночные клубы. И это невзирая на вероятный ущерб для прибыли. Торговцы прогнозируют, что из-за такого шага продажи алкоголя упадут почти на 10-15%. В Национальном Минздраве на введение у Рады там считают, что проверка лишний раз заставит потребителей алкоголя задуматься о том, насколько им нужна очередная порция яда зеленого змея. Сейчас документы при покупке алкоголя обязательно требуют в США, скандинавских странах, в ряде стран Европейского Союза. Предъявлять их там обязаны все, от подростков до пенсионеров. Латвийский министр извинился за перевозку шкафа на служебном авто. Министр юстиции Динтер Сраснач принес свои извинения налогоплательщикам в связи с использованием им служебного авто в личных целях. Неделю назад ему срочно понадобилось перевезти шкаф в новую квартиру, и он использовал в этих целях служебную машину Министерства юстиции. Микроавтобус, который перевез мебель, попал в поле зрения недоброжелателей. Информация о злоупотреблении служебным положением просочилась в СМИ и даже дошла до премьер-министра страны. В связи с этим последний даже потребовал, чтобы Динтер Сраснач извинился за свои неправомерные действия. «Я публично приношу извинения всем тем, кому своими действиями нанес ущерб или мог его причинить», сказал провинившийся глава Минюста перед заседанием Кабмина. Сраснач признал, что грубо нарушил профессиональную этику, хотя формально и не приступил закон. Он заверил, что компенсировал стоимость перевозки, дав водителю 20 евро на топливо, но не взяв никакого документа, чека или квитанции. «Закон о предотвращении растраты государственных средств допускает такие действия в чрезвычайной ситуации», сказал министр. «Шкаф пришлось перевозить срочно, поэтому он не нанял частный транспорт, а воспользовался служебным и уложился с разъездами в обеденный перерыв. За использование служебного транспорта в личных целях министру юстиции грозит штраф до 350 евро, а водителю, принявшему от него материальные блага, уголовная ответственность». Герой дня. Так окрестили немецкие СМИ молодого беженца из Сирии. Он стал местной знаменитостью благодаря своей честности. 25-летний парень нашел 150 тысяч евро в шкафу, который ему передали волонтеры, но все средства он вернул властям. Полиция города Миндена сообщила, что беженец обнаружил около 50 тысяч евро наличными, изберегательные книжки, содержащие более 100 тысяч евро. Деньги были спрятаны под доской. Их засунули туда еще, когда собирали мебель. Немецкие полицейские отмечают, что в то время, как небольшие суммы денег регулярно передаются властям, такая большая сумма является абсолютным исключением. Стоит отметить, что ставший героем дня Сирииц приехал в ФРГ только год назад и в данный момент обживает новое место жительства. Шкаф с находкой предоставила благотворительная организация, как раз для того, чтобы он улучшил свой быт. Переночевать на Эйфелевой башне, да еще во время проведения во Франции чемпионата Европы по футболу, вероятно, мечтают многие. Но в реальности это удавалось лишь избранным. Мишель Стивенсон из Великобритании недавно попала в их число. Она победила в конкурсе, проводимом сайтом для бронирования гостиниц HomeAway. Для этого нужно было всего лишь ответить на вопрос, что бы вы сделали, если апартаменты на Эйфелевой башне оказались бы в вашем распоряжении на одну ночь. Мишель, мать двух детей с синдромом аутизма, написала, что ее сыновья мечтают оказаться на Эйфелевой башне, изучить ее конструкцию и посмотреть, как она ночью вся сияет в огнях. Это все было ради них. Их восхищает Эйфелева башня, ее структура и подсветка, говорит Мишель. Для них это что-то необыкновенное. Такая возможность предоставляется раз в жизни. Я решила принять участие в конкурсе ради них, и я выиграла. Квартиру площадью 188 квадратных метров для победителей возвели на уровне нижней смотровой площадки за 48 часов. Она сделана в классическом парижском стиле – деревянные полы и белые стены с картинами. Из многочисленных окон открывается захватывающий дух, вид на город. Прибывшим гостям устроили тур по нетуристическим заколукам башни, накормили традиционным французским ужином с фуа-гра, а поздно ночью дали возможность самостоятельно включить рубильник, зажигающий и мерцающие огни. По словам организаторов, в конкурсе участвовали более 150 тысяч человек со всех уголков земного шара. Из них были выбраны лишь четыре победителя, каждый из которых проведет здесь одну ночь. До Мишель здесь уже побывала семья из Франции, а после нее сюда заселятся победители из США и Японии. Робокап – чемпионат мира по футболу среди роботов проходит в Лейпциге. Футбольный чемпионат среди гуманоидов собрал множество болельщиков и просто любопытных, ведь научить машину играть в футбол очень непросто. Искусственный интеллект не всегда спасает. Тут важна быстрота реакции, умение ориентироваться в пространстве и, конечно же, интуиция. У нас очень много трудностей. Робот должен видеть границу поля, чтобы не терять мяч. Он должен уметь быстро поворачиваться, бегать. Это очень простые действия для людей. Это же элементарно для трехлетнего ребенка. Но как научить этому робота? Вот над этим мы и работаем. Тем не менее, игроки стараются, а те, кто ими управляет, переживает не меньше участников настоящего футбольного первенства. В этом году на чемпионате Робокап 70 игровых полей разных размеров. От 6 до 170 квадратных метров. В подготовке поля для игры роботов требуется максимальная точность. Даже самые незначительные вариации размеров и маркировки краски могут раздражать запрограммированного игрока. В Робокап 2016 примут участие 35 команд из 12 стран мира. Соревнования пройдут в четырех лигах. Идея этого турнира появилась в Японии в 1993 году. А главной целью соревнования является создание команды роботов, способных выиграть у людей чемпионат мира по футболу в 2050 году. В рамках футбольного чемпионата проходят и другие виды состязаний. Например, среди роботов-спасателей и роботов-танцоров. Футбольные матчи среди роботов проходят с 1995 года. А в 1997 году была основана Международная федерация футбола среди роботов. Она и является устроителем ежегодных международных чемпионатов. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова